Кирилло-Белозерский музей-заповедник Кирилло-Белозерский музей-заповедник был создан в 1924 году в стенах закрытого Кирилло-Белозерского монастыря. Величественный монастырь расположен на берегу Сиверского озера в городе Кириллове Вологодской области. Он был основан в 1397 году преподобным Кириллом, монахом Московского Симонового монастыря, учеником Сергия Радонежского. В XVI веке монастырь стал одним из богатейших монастырей России и центром духовной жизни русского Севера. В конце XVII века по традиционному типу русских крепостей были построены стены и башни нового города, ставшие самыми мощными из возведенных в то время. Грандиозный и прекрасный ансамбль и ныне производит неизгладимое впечатление. Новый город представляет наивысший взлет русско-средневековой военной архитектуры. Среди русских средневековых башен Кирилловские были одними из самых мощных и по устройству, и по силе огня. Строительство крепости началось с Вологодской башни. Она восьмигранная, имеет пять ярусов, ее высота составляет около 30 метров. Из всех башен крепости она единственно имеет богатый внешний декор. Облик башни и ее силуэт остались неизменными с момента строительства. В 2019 году завершились реставрационные работы, и башня впервые была открыта для посетителей. Теперь можно в полной мере оценить колоссальный внутренний объем. Вологодскую башню превратили в фондовое экспозиционное пространство, где впервые за всю историю существования музея появилось открытое фондо-хранилище коллекции древнерусской живописи. Уникальностью является его доступность для посетителей. Здесь они могут увидеть большую часть музейной коллекции иконописи, сотни икон 16-20 века и северных монастырей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В первом ярусе Вологодской башни открыли реставрационную мастерскую, где специалисты музея за год восстанавливают десятки ценнейших предметов, являющихся культурным наследием страны. Кропотливую работу ведут реставраторы музея. Сегодня музей переживает беспрецедентную в своей истории реставрацию. Ведутся работы по восстановлению уникальных крепостных укреплений. Благодаря преобразованиям музей получит дополнительные площади, где разместятся открытые фонда хранилища, выставки и реставрационные мастерские.